Сиротка Принесли нам ребята небольшого срачонка. Летать он еще не мог, только прыгал. Кормили мы его творогом, кашей, моченым хлебом, давали маленькие кусочки вареного мяса. Он все ел, ни от чего не отказывался. Скоро у срачонка отрос длинный хвост, и крылья обросли черными жесткими перьями. Он быстро научился летать и переселился на житие из комнаты на балкон. Только вот какая с ним была беда, никак наш срачонок не мог выучиться самостоятельно есть. Совсем уж взрослая птица, красивая такая, летает хорошо, а еду все как маленький птенчик просит. Выйдешь на балкон, сядешь за стол, сорока уж тут как тут, вертится перед тобой, приседает, топорщит крылышки, рот раскрывает. И смешно, и жалко ее. Мама даже прозвала ее сироткой. Сунет ей боло в рот творогу или моченого хлеба, проглотит сорока и опять начинает просить, а сама из тарелки никак не клюет. Учили, учили мы ее, ничего не вышло. Так и приходилось ей в рот корм запихивать. На естся бывало сиротка, встряхнется, посмотрит хитрым черным глазом на тарелку, нет ли там еще чего-нибудь вкусного. Да и взлетит на перекладину под сам потолок или полетит в сад, на двор. Она всюду летала и со всеми была знакома. С толстым котом Иванычем, с охотничьей собакой Джеком, с утками, курами. Даже со старым драчливым петухом Петровичем сорока была всегда в приятельских отношениях. Всех он на дворе задирал, а ее не трогал. Бывало, клюют куры из корыта, а сорока тут же вертится. Вкусно пахнет теплыми мочеными отрубями. Хочется сороке позавтракать в дружеской куриной компании. Да ничего не выходит. Пристает сиротка к курам, приседает, пищит. Клюв раскрывает. Никто ее покормить не хочет. Подскочит она и к Петровичу, запищит, а тот только взглянет на нее и забормочет. Это что за безобразие и прочь отойдет. А потом вдруг захлопает своими крепкими крыльями, вытянет кверху шею. Натужится. На цыпочки встанет, да как запоет. Ку-карику. Да так громко, что даже за рекой слышно. А сорока попрыгает, попрыгает по двору. В конюшню слетает, заглянет к корове в стоилу. Все сами едят. А ей опять приходится лететь на балкон и просить, чтобы ее из рук кормили. Вот однажды некому было сорокой возиться. Целый день все были заняты. Уж она приставала, приставала ко всем. Никто ее не кормит. Я в этот день с утра рыбу на речке ловил. Вернулся домой только к вечеру и выбросил на дворе оставшиеся от ловли червей. Пусть куры поклюют. Петрович сразу приметил добычу. Подбежал и начал звать кур. Ку-ку-ку. 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 А они как назло куда-то разбрелись. Ни одно его дворе нет. Уж петух прямо с сил выбивается. Зовет, зовет. Потом схватил червяка в клюв. Потрясет им, бросит и опять зовет. Ни за что первый съесть не хочет. Даже охрип. А куры все не идут. Вдруг откуда ни возьмись сорока. Подлетела к Петровичу. Растопырила крылья и рот раскрыла. Покормима у меня. Петух сразу приободрился. Схватил в клюв огромного червяка. Поднял. Трясет им перед самым носом сороки. Та смотрела, смотрела. Потом цоп червяка и съела. А петух уж ей второго подает. Съел и второго, и третьего. А четвертого Петрович сам склевал. Лежу я из окна и удивляюсь. Как петух сороку из клюва кормит. То ей даст, то сам съест. То опять ей предложит. А сам все приговаривает. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Кланяется. Клювом червей на земле показывает. Ешь, мол, не бойся. Вон они какие вкусные. И уж не знаю, как это у них там все получилось. Как он ей растолковал, в чем дело. Только вижу. Закокал петух. Показал на земле червяка. А сорока подскочила. Повернула голову на бок. На другой. Пригляделась. И съела прямо с земли. Петрович даже головой в знак одобрения тряхнул. Потом схватил сам здоровенного червяка. Подбросил, перехватил клювом поудобнее и проглотил. Вот, мол, как по-нашему. Но сорока, видно, поняла, в чем дело. Прыгает возле него. Да поклевывает. Начал и петух червей подбирать. Так на перегонке друг перед другом стараются. Кто скорее. Вмиг всех червей склевали. С тех пор сороку кормить из рук больше не приходилось. В один раз ее Петрович выучил с едой управляться. А уж как он это и объяснил, я и сам не знаю.